Депутаты Национального собрания Республики Западной Армении С 18 по 28 февраля группа парламентариев Республики Западной Армении во главе со спикером Национального собрания Агваном Тонаканяном провели обстоятельные депутаты и обсуждения политических и стратегических вопросов с премьер-министром Гарником Саркисяном, в ходе которых премьер-министр Саркисян сделал следующее утверждение. Нынешняя Турция не имеет права представлять себя в качестве представителя исламского мира. Турция не единственный преемник навсегда разрушенной Османской империи. Не все жители нынешней Турции по национальности турки, среди жителей Турции миллионы исламизированных армян, которые совершенно по-другому думают и имеют разные взгляды на будущее. Декларация независимости Республики Армения говорит все о позиции Армении в отношении Западной Армении. Высшие национальные интересы армянской нации требуют, чтобы Республика Армения называлась Восточной Республикой Армении, чтобы это не создавало путаницы в отношении вопроса Западной Армении. Также не существует вопрос Арцаха, есть вопрос восточной границе армянского государства, которое получило международное признание в том числе на территории Западной Армении 19 января 1920 года. Многие люди говорят о карте Вильсона, но эта карта касается только границ государства Армении и Турции, а восточная граница с Азербайджаном определяется статьей 92 Северского мирного договора. Этот пакт действует и ратифицирован Республикой Западной Армении 24 июня 2016 года. Создание общенационального штаба для защиты интересов армянской нации является национальной и исторической необходимостью. Штаб должны сформировать представители Западной Армении, Республики Армения и Арцах. Землетрясение силой 3,9 балла по шкале Рихтера произошло в районе Мурадии и Иван. О жертвах и разрушениях не сообщается. Министр обороны Армении Давид Тоноян принял сегодня специального представителя генерального секретаря НАТО по вопросам женщин мира и безопасности Клэр Хатчинсон. Сообщает Пресс-служба Минобороны Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся реализации в вооруженных силах Армении положения резолюции Совета безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность». Министр обороны представил утвержденную правительством Армении программу национальных действий на 2019-2021 год. В рамках резолюции 1325 Совета безопасности ООН, которые касаются Министерства обороны и зафиксированный прогресс, особенно в инициативах по стимулированию привлечения женщин в различных подразделениях вооруженных сил. Он отметил, что особое внимание уделяется привлечению женщин в подразделения, участвующие в миротворческих миссиях, стимулированию участия женщин в разработке политики в оборонной сфере и в процессе принятия решений, защите прав женщин в системе обороны и формированию культуры по обеспечению равных прав. Клэр Хатчетсон высоко оценивала реализованные в этих направлениях работы и выразила готовность продолжать сотрудничество с Министерством обороны Армении. Вице-президент оппозиционной Народно-республиканской партии Сесгин Тандрикулу написал в своем твиттере о количестве заключенных женщин. В турецких тюрьмах арестовано и осуждено более 10 тысяч женщин, 743 из них со своими детьми. Содержание детей в тюрьмах с матерями можно назвать аморальным и жестоким обращением к осужденным. Список членов Сирийского конституционного комитета согласован практически полностью, сообщил журналистом замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Мы сейчас близки к полному завершению согласования этих списков, цитирует ТАСС слова Вершинина. Дипломат добавил, что формирование Конституционного комитета Сирии в скорейшем времени будет завершено. Решение создать Конституционный комитет было принято на Конгрессе Сирийского национального диалога в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в комитет войдут делегаты от правительства Сирии, оппозиции и гражданского общества. В минувшую среду в прогрессе формирования комитета сообщил также спецпосланник ООН по сирийскому урегулированию Гейер Педерсон. Он не стал называть конкретную дату, но уточнил, что речь идет не о далеком будущем. К сирийскому народу и беженцам поступят еще 7 млрд долларов помощи, сообщили ТАСС по итогам конференции Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стеллианидис. Я горд объявить, что делегации, собравшиеся здесь сегодня, взяли на себя коллективное обязательство выделить почти 7 млрд долларов, отметил он. Стеллианидис уточнил, что две трети суммы выделит ЕС, остальное соберут отдельные страны-члены сообщества. На 2020 год и последующий период выделят еще 2,4 млрд долларов. Международные финансовые институты также пообещали выделить 2,7 млрд долларов в виде займов на льготных условиях для гуманитарной помощи Сирии. Константинопольский патриархат армянской церкви объявил траур в связи с кончиной патриарха Месропа Мунтафяна. В заявлении армянского константинопольского патриархата говорится, что национальный церковный траур объявляется до Святой Пасхи. Отметим, что в 84-й константинопольский патриарх архиепископ Месропа Тафян скончался от сердечного приступа 8 марта. Похороны патриарха состоятся 17 марта. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию произведение Саятного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Продолжение следует... Продолжение следует...